Дворцы Дворцы Сегодня о некоторых из них На протяжении многих лет, в сентябре, ребята и педагоги Дворца Творчества собирались в Подмосковье, в лесу, на традиционный туристский слёт, где их ждала увлекательнейшая программа. Дворца Творчества Соревнования по туристским навыкам, спортивные соревнования, конкурс на лучший походный обед, лесная сказка для самых маленьких, общий сбор у костра, а главное – все вместе. Дворца Творчества 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 у нас во дворце с помощью преподавателей и студентов кафедры тяжелой атлетики, института физкультуры, начались соревнования по пауэрлифтингу. Позднее они стали проходить для школьников, как соревнования Восточного округа Москвы. С 2017 года это московские городские соревнования по силовым видам спорта. Но самое главное – это поддержка выступающего спортсмена, независимо от того, в какой он команде. За 20 с лишним лет несколько сотен ребят смогли принять участие в соревнованиях для самых сильных. Многие из участников впоследствии сами стали педагогами и готовили к соревнованиям уже своих воспитанников. Особой популярностью и интересом у ребят пользуются соревнования по прикладному плаванию. Выполнение сложнейших действий на воде в случае экстремальной ситуации – это особые навыки, которые могут пригодиться в случае спасения утопающего, требуют от ребят напряжения и серьезной подготовки. Программа соревнований усложняется на протяжении более 10 лет. В ходе соревнований отрабатываются взаимодействия в команде, проверяется индивидуальная подготовка, ведь от действий каждого зависит результат команды. Удивительное место – наш дворец, наш дом. Проходят десятилетия, но главным остаются судьбы мальчишек и девчонок, пришедших сюда, которые нашли здесь друзей, научились трудиться и творить. Дети и внуки тех, кто когда-то был воспитанником дворца, сегодня считают этот дом своим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова